Всем привет! Давненько не было видосов по ремонту, только в этот раз озвучила нейросеть. Посмотрим, что с этого вышло. Погнали! Привет! Сегодня мы ремонтируем ноутбук Lenovo Legion 5 от подписчика из Ростова-на-Дону. Ноутбук перестал включаться. Клиент отнес в ближайший сервис, где пытались заменить мультиконтроллер, но это не помогло. Начнем с осмотра. Видим, что пара винтов перепутаны. Вылезли прыщи на топ-кейсе. Характеристики. i5 10-го поколения и видеокарта RTX 2060. Клавиши не залипают, надеюсь, ноутбук назаливали. Этот винт откручивается, но не выдавливается, потому что он не родной. Давайте теперь посмотрим, что интересного есть или нет внутри. Не забываем сначала отключить аккумулятор. Термопрокладка зачем-то на защитном экране оперативки. Не помню, чтобы у Legion 5 так было. Может, запасная? Теперь нужно открутить систему охлаждения. Откручиваю винтики в обратном порядке. Удивительно. Но радиатор выглядит целым. Но, видимо, кто-то голодный. Откусил часть термопрокладки. Обратим внимание сразу на типовой косяк неопытных мастеров. Зачастую шлейф-матрицы переклеивают неплотно к материнке, и шлейф рвется об радиатор. А так, на первый взгляд, с этой стороны материнская плата нетронутая. Теперь осмотрим с другой стороны. И что я вижу там? А там нет мульта, наверное, по пути потерялся. Хотя согласен. Если мульт был неисправный, то какой смысл тогда паять его обратно? Кстати, платформа Компал NM-C911. Несильно древний ноутбук 2020 года. Больше на глаз следов пайки и повреждения я не заметил. Компаунд BGA чипов и текстолит не перегретый. Видно, что ноутбук не использовали слишком активно. Нужно проверить под микроскопом. Мульт выпаян аккуратно, и флюс за собой смыли. За это спасибо. А вот что я не заметил на глаз, менялась ШИМ дежурки. Это ричтек RT80D SWE49C 2N. Я уже за кадром проверил. Установлена не родная микросхема, но полностью совместимый аналог. На плате есть еще второй мультиконтроллер. А точнее, это отдельный контроллер клавиатуры, который здесь можно прошить через клавиатурный разъем. А чтобы прошить мульт, нужно его снимать. Но к этому мы вернемся позже. В общем, повертел, покрутил плату. Больше ничего страшного не обнаружил. В принципе, молодцы в предыдущем сервисе, но могли бы быть с корпусом поаккуратнее. Мне пока непонятно, почему замена мульта не помогла в предыдущем сервисе. Посмотрим сопротивление основных линий. Может, что-то еще сломалось, и ремонт оказался нерентабельный. И даже биос не шили, как некоторые ищут волшебный биос, когда даже флешка не запитана. Сначала проверяю исправность входных ключей между истоком и стоком КЗ нет, и по затвору не пробиты. И на токовом резисторе проверял. КЗ нет. По питанию процессора сопротивление норм, проц, скорее всего, жив. По питанию видеопамяти 30 Ом – великолепно. И основное питание видеочипа 021 Ом – это нормально. Питание хаба, зарядки АКБ и у дежурки сопротивление тоже не вызывают вопросов. Новый мульт я уже отдельно прошил с помощью программатора Вертьянова и адаптера E.T.Lite, распаяв необходимые перемычки. Я уже показывал, как шить мульты, если кто не видел, оставлю ссылку в описании. Можете оценить качество пайки. Или можете не оценивать, мне без разницы. В пайке я уверен. Мульт E.T.E. 872027E на 192 кбит. А дамп нашел только на 128 кбит. На 192 нигде нет. Теперь интересно, заработает ли. Смотрел по фото слитой с такой же платы. Здесь точно мульт на 192 кбит. Дежурку не трогал. Пробуем включать. На кнопку реагирует, но изображения на матрице нет. Но выводит картинку на внешний монитор. Странно. Неожиданно. Будем разбираться дальше. Первым делом я еще раз внимательно осмотрел шлейф матрицы и под микроскопом тоже смотрел. На вид не битый. Далее смотрю. Монитор не битый, похоже, что до меня не разбирали. Не хотелось лишний раз отклеивать матрицу для ее проверки отдельно. Сначала надо убедиться, а все ли в порядке с EDP-шиной и питанием матрицы. На всякий случай проверил дифпары, переключил мульт в режиме падения напряжения. Козе и обрыва нет. Но вопрос. А что у нас формирует изображение на матрицу? Посмотрим на борде. И вот нашли. Установлен EDP-свич, но и откуда сигнал идет на сам свич. И это видим процессор. Свич установлен между процессором и матрицей. Тоже дифпары потыкал. Ничего подозрительного. Но, посмотрев питание самого свича, все стало понятно, сопротивление низкое. Свич пробило по питанию. Отпаяю и посмотрю, как изменится сопротивление без него. Второй признак, что свичу поплохело, что он сильно грелся при включении, но вдруг я ошибся. Кстати, отвечу на вопрос для особых, которые думают, что если есть изображение на внешнем мониторе, то и на матрице должна быть картинка. Много раз приносили с словами «поменяйте матрицу», через HDMI же есть изображение. Развеем миф, снова обратимся к схеме. Вот видим разъем HDMI. Теперь отследим, куда идет сигнал после разделительных конденсаторов. И здесь видим, что изображение выдает на HDMI отдельный дискретный видеочип. Здесь, напомню, RTX 2060. А изображение на матрицу формирует проц через свич, который у нас, судя по всему, ушел на кремниевый покой, что мы сейчас проверим. И так нашел я донор, спасибо подписчику за подарок. Здесь был пробитый проц, тоже Ryzen, но видюха попроще. Платформа Компал NM-D041. И даже свич в том же месте расположен поближе к процессору. Да, модель точно такая же, не надо заказывать и долго ждать. Прежде чем паять, проверю сопротивление по его питанию. Вот другое дело килоомы. Переходим к пайке. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Смотрим, ушло ли козе. Коза ушла. Прошлую ошибку не повторяю, сначала проверим на разобранном. Картинка появилась. Великолепно. Вот теперь собираю полностью и проверяю остальное. Нубук протестировал, все отлично работает. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok